Добрый день всем! 75 лет юбилея сегодня отмечаем этому празднику, но не только юбилей в день артиллерии, мы слышали сегодня, что 10 ноября исполнилось бы 100 лет, и исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Это поистине человек эпоха, человек легенда, и в своем докладе я хотел бы освежить память о нем, рассказать некоторые интересные моменты его биографии. Прежде чем мы перейдем к странице его жизни, скажу несколько слов о том, что он сделал. Я думаю, что каждый из вас слышал слово «Калаш» с самого детства, мог его отличить на экране телевизора, в музее, и я хочу рассказать почему. Американская пресса еще в советские времена написала, что русский сержант вооружил весь Варшавский блок, и не только, и они были действительно правы. Созданные конструктором образцы по-прежнему эксплуатируются в более чем 100 странах мира, и это действительно колоссально. За 70 лет было выпущено более 150 различных модификаций стрелкового оружия на базе автомата Калашников. Общее количество всех родновидностей автомата на хранение вооружений вооруженных сил Российской Федерации составляет свыше 17 миллионов единиц. Калаш входит в книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное оружие в мире. На данный момент насчитывается свыше 100 миллионов АК, выпущенных легально. Автоматов, выпущенных нелегально, даже не подается под счет. Французский журнал «Либерасьон» при составлении списка изобретений 20 века поместил автомат Калашникова впереди таких достижений человеческого ума, как космические аппараты и даже ядерная бомба. А любить АК есть за что. Он работает в любых погодных условиях, безотказно стреляет, даже угодив в болото или упав на твердую поверхность большой высоты. Он прост, надежен и удобен. «Я сам солдат и создавал оружие для солдата», вспоминал Михаил Тимофеевич. Глубоко в Уральских горах его подвергают жесточайшим испытаниям. Обдувают песком, а он работает. Топят в холодной воде, а он работает. «Морозят в тундре, он все равно работает, его невозможно уничтожить», писал и говорил Джордж Рашинг, американский журналист. Слово «Калаш» вошло во все языки мира буквально без перевода. Зарубежная пресса долгое время считала, что советского конструктора с таким именем вообще не существует, а это связано с каким-то коллективным псевдонимом группы оружейников. В некоторых африканских странах, как ни странно, детям дают имя «Калаш» в честь автомата «Калашникова». Российское оружие отвоевало себе около 20% всего американского рынка, когда вышло на рынок, и его часто называют одним из символов нашей современной России. Его называют настоящим оружием массового поражения. Он убивает порядка четверти миллиона людей в год. Некоторые эксперты используют его в качестве барометра. Если цены на него начинают стремительно расти в стране, значит в стране что-то назревает неладное. Знакомый силуэт присутствует на гербах нескольких государств. Его чеканят на монетах не только в России, например, в Новой Зеландии, а в стране Ирак даже есть здание в виде рожка. Как вы понимаете, слово «Калаш» стало нарицательным. Но кто же стоял за этим словом? Кто же тот человек, который изобрел это оружие? Михаил Тимофеевич Калашников, 10 ноября 1919 года рождения. Конструктор стрелково-автоматического оружия, начальник бюро, инженер, далее заместитель главного конструктора и жмаш, начальник бюро по стрелковому оружию, генерал-лейтенант. Будущий изобретатель родился 10 ноября 1919 года в довольно бедной семье в селье Куре Алтайского края. В семье Калашников было 19 детей, из которых всего 8 осталось в живых. И, как вспоминал сам конструктор, смерть стала будничным явлением. Семья жила в такой бедности, что в школьной задачке будущего конструктору приходилось лежать на бересте, как вспоминает сам конструктор. В школьные годы друг подарил ему неисправный праунинг. Девятиклассника после этого посадили, но через два дня отпустили. После этого учеба в школе будущего оружейника закончилась. В 1938 году Михаил Калашников был призван в ряды советской, вернее, РККА, где, окончив курсы младших командиров, приобрел специальность механика-водителя танка. Однако быть исключительным механиком ему было неинтересно. Он тут же принялся усовершенствовать конструкцию танка. Еще до начала войны начинающий инженер изобрел счетчик для учета фактического количества выстрелов из танковой пушки, разработал приспособление к пистолету ДТ для стрельбы из проема танка. Но важнейшим изобретением предвоенных лет стал прибор учета моноресурса танка, как на полной мощности, так и на холостом ходу, который был отмечен будущим маршелом Победы Жуковым. Тогда в Киеве он вызвал его к себе, 20-летнего мальчишку, вручил ему именные часы, поздравил с этим изобретением. Я, наверное, конструивал бы технику, облегчающую тяжелый крестьянский труд, но Отечественная война повернула меня в другую сторону. Немцы виноваты, что я стал военным конструктором, нередко вспоминал Михаил Тимофеевич. Великую Отечественную войну начал в августе 41-го года командиром танка. К идее создания своего главного детища Калашников подтолкнул эпизод, произошедший уже на фронте. В октябре 41-го года под Брянском старший сержант Калашников был серьезно контужен. Пробираясь к своим, с группой раненых бойцов из немецкого тыла он попал под мощный автоматный огонь противника. Уцелело всего три человека, среди которых и будущий конструктор. С тех пор ему покоя не давало мысль, будь у них тогда автоматическое оружие, исход боя был бы решен. Уже в госпитале он загорелся идеей создания своего образца автоматического оружия. Позже, в отпуске, после госпиталя, прибегнув к помощи местных слесарей, он создал первый образец своего пистолета-пулемета. Здесь же прошли его первые испытания. В 47-м году проводился конкурс, но, к сожалению, это была неудачная попытка. В 46-м году автомат написали, что он сложнее и дороже к производству, чем ППШ, и в настоящее время промышленного интереса не представляет. Но после войны упорный конструктор добился своего, и в 47-м году, по результатам нового испытания, автомат признали лучшим. Опытную партию решили изготовить в Ижевске, туда же был командирован Калашников, и отныне его имя будет до конца жизни связано с Ижмашем. Два года понадобилось на испытании, в 49-м он был поставлен на вооружение Советской Армии, и, как вы знаете, до сих пор защищает Родину. Под руководством Калашникова на основе систем АК-47 на Ижмаши было создано целое семейство боевого и гражданского стрелкового оружия, различных калибров, включая пистолеты, карабины, гладкоствольные ружья и пулеметы. Известный оружейник и доктор технических наук Михаил Калашников не имел ни полного среднего, ни высшего образования. В архивах числится, как закончивший деревенскую школу. Но в свою очередь он награжден полусотней орденов и медалей как отечественных, так и зарубежных. Имеет почетное членство, имел в 16 академиях, а владал 35 авторскими свидетельствами на изобретение. Он говорил, я оружие изобрел не для убийства людей, а для защиты своего отечества. Меня часто спрашивают, как вы спите, ведь столько людей из вашего автомата убили. А я на это отвечаю, сон у меня спокойный, не беспокойтесь, пусть плохо спят те политики, которые затевают войны. Конструктор в этом не виноват. Уже после смерти Калашникова его духовникам было опубликовано письмо патриарху Всероссии Кириллу. И в нем легендарный конструктор поделился своими душевными переживаниями и признался, что чувствует ответственность за смерть тех людей, которые убили из его оружия. При всей своей популярности Михаил Калашников всегда оставался чрезвычайно скромным человеком. Он умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни в типовой пятиэтажке в Ижевске. Во многих городах установлены памятники и бюсты знаменитому конструктору. В его родном селе Курье, в Ижевске, в Москве и в других городах стоят бюсты, памятники. На территории артиллерийского музея в этом году тоже должен быть поставлен памятник бюст знаменитому конструктору. Каждый год проводятся мероприятия в памяти об известном конструкторе, в разных организациях. Например, в Ижевске проводится конференция, посвященная Калашникову. И наши студенты ездят на эту конференцию, буквально неделю назад приехали оттуда с призами и грамотами. В нашем университете существует стрелковый клуб имени Калашникова. Директором специального проектно-конструкторского центра Калашникова, Калашников групп, является тоже наш выпускник Романов Андрей Васильевич. А 5 февраля 2000 года произошло знаковое событие – приезд легендарного конструктора в наш университет. По итогам этой встречи, вот здесь, на этой сцене, Михаилу Тимофеевичу был вручен знак выпускника Балтийского государства технического университета Войн-Мир. И после смерти легендарного конструктора инженеры Ижмаша продолжают его дело. По мнению отечественных и зарубежных экспертов, АК, как наиболее эффективное автоматическое оружие, будет использоваться в войсках еще несколько десятилетий. Но Михаил Тимофеевич неоднократно говорил и подчеркивал – простое изобрести намного сложнее, чем навороченную модель. Я пожму руку тому, кто сделает автомат лучше, но пока так и стою с протянутой рукой. Говорил он в своих интервью. Вплоть до самой смерти таких не нашлось. Любите и почитайте историю своей Родины, дорогой нашей России. Не забывайте ее, героев и лидеров, и обыкновенных солдат. Память – это дар, который отличает цивилизованного человека. Михаил Тимофеевич Халашников. Спасибо. 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 Спасибо.